Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, что такое христианское служение? Я думаю, что это один из очень важных вопросов христианской жизни вообще. Многие люди, говоря о христианском служении, они представляют картину церкви или христианского мира, разделенного как бы на две части. Есть священники или же люди, которые относятся к так называемому клиру, там, где служат. И есть все остальные миряне или приход, люди, которые в большей степени стоят в положении воспринимающих служение. Так вот, говоря об этом, мы видим в Писании совершенно другую картину. Я несколько мест Писания хотел бы прочитать в связи с этим. И первое из них мы находим в послании к Ефесянам. В 4 главе здесь сказано об Иисусе Христе, о том, что Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Дальше сказано к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть Иисус Христос поставил пастырей, поставил учителей, поставил евангелистов. Мы видим, апостолы и пророки были на определенном этапе жизни и развития церкви. Он поставил это для определенной цели, для того, чтобы снарядить каждого человека, который стал христианином, который пришел ко Христу, который получил спасение, чтобы снарядить каждого человека и сделать его способным созидать Христово тело. Как это происходит? Прежде всего, христианское служение — это определенные позиции. Это определенная позиция сердца. Это не позиция с точки зрения поста какого-то в иерархической структуре церкви. Это внутренняя позиция души, это отношение к реальности. Когда мы читаем о верующих в Фессалонике, в первом послании к фессалоникийцам, в первой главе апостол Павел пишет о них, вспоминая время их обращения. Он сказал о том, что «вы обратились от идолов к служению Богу». То есть христианство предполагает служение. В 12 главе о послании к римлянам, после того, когда апостол закончил свою презентацию Евангелия, достаточно обширную, которая заняла 11 глав, после этого он говорит «посему уболяю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, для разумного служения вашего». То есть речь идет о том, что человек представляет себя, спасенный Иисусом Христом человек, он представляет себя на служение Богу. И Иисус когда-то говорил об этом в Своем разговоре с учениками в 20 главе Евангелия от Матфея, 28 стих мы читаем, он говорит «так как Сын человеческий не для того, чтобы пришел, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он призывает учеников следовать его примеру. То есть христианское служение – это прежде всего внутренняя позиция души, направленная на то, чтобы искать возможности, как созидать церковь, как послужить другим, как донести Евангелие до людей, которые не знают, не слышали об Иисусе Христе еще. Есть еще одно место Писания, которое мы находим в 4 главе 1 послания апостола Петра, которое проясняет немножечко этот вопрос на новый уровень, на новую глубину. Он говорит об этом в стихе 10. Он говорит «служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Слово «домостроители» – это слово, точнее его нужно перевести как «управляющее домом», «домоуправляющее». То есть апостол говорит, обращаясь к нам, он говорит, у каждого из нас есть определенные дарования. К этим дарованиям относятся самые разные вещи. Это наше время, это наши таланты, это то, что Бог делает с нашими талантами, изменяя нашу жизнь и обогащая ее своим святым духом. И здесь говорится «служите друг другу, каждый тем даром или теми возможностями, которые вы получили». И дальше сказано, как «добрые или хорошие, управляющие многоразличной благодати Божией». То есть Бог дал нам свою многоразличную благодать, и мы ответственны за то, как мы распоряжаемся ею. И здесь сказано о том, что главная ответственность каждого из нас заключается в том, чтобы использовать эти дарования для служения Богу, для служения друг другу, для созидания Церкви Иисуса Христа. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.at.slava.org. Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok